Рекламно-информационная программа. День добрый, день добрый. Я, Владимир Сметанин, приветствую вас. И свое приветственное слово сейчас произнесет Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Ветич. Владимир, добрый день. Добрый день. Признашу приветственное слово, радиоуслушатели. Да, здрасте. Наилучшие пожелания. Погоды-то какие стоят. Погоды-то стоят какие. Да, ты знаешь, в воскресенье, будучи с семьей в Оречевском районе, в гостях... Ты не нашел пиво-вять еще? Безалкогольного разума. О-о-о, я к этому так клонял. Прогуливаясь по берегу нашей речки Вятушки-Матушки, видел множество отдыхающих компаний. И? У них, знаешь, батареи пенного, безалкогольного. Конечно, естественно, другого не может быть. Я все присматривался, что за марки, зная о том, что наша очередная встреча состоится сегодня. Не увидел продукции нашего родного завода Вятича. О-о-о, горькие слова-то ты говоришь, Володимир! Это действительность. Ее надо принимать. Говорил я сегодня с одним уважаемым человеком на тему того, что дистрибьюция наша. Надо бы ей заниматься. Ну, может, услышит он меня, может, это... Вот реагирует, да. Что за человек-то? Неважно. В структуре компании Вятича. Потому что, вот, помнишь, в пятницу был звонок, когда мы говорили? Человек не мог найти летнее 31 безалкогольное в трех магазинах Голубус. Да, мотался, мотался по магазинам, нашел в маленьком магазине. Вот этих вещей, в моем понимании, быть не должно, но это отдельный разговор, мы к нему как-нибудь вернемся. 211-101, номер нашего телефона. По традиции мы будем принимать ваши звонки после середины часа, после рекламы в середине часа. Ну, а теперь пойдем по порядку. Ну, мы в прошлую встречу нашу в пятницу с Владимиром упоминали о знаковом событии. Да, я имею в виду интервью генерального директора компании Вятич Ильи Курагина телеканалу РБК. Расшифровка уже появилась этого интервью. Если вы еще не посмотрели, то рекомендуем это сделать. Просто в гугле забивайте. РБК Курагин выдает сразу же ссылочку. Так или иначе, будем сегодня ссылаться на это интервью. Там очень важные вещи, очень интересные вещи были обозначены. Такой подыток развития отрасли за последнее время, в том числе и про пандемию идет речь, как коронавирус сказался на продажах, что происходит с вятским квасом, что с дистрибуцией тоже самое происходит. Ну, в целом, да, такое содержательное, приличное интервью получилось. И так или иначе, мы сегодня будем упоминать эти моменты. Что-то расширим, что-то углубим. Простите меня, что я нарочно поставил так удовлетворение. Михаил Сергеевич Горбачев-то и застал этого человека, который уже углубил. Значит, интервью содержательное сразу по нескольким причинам. Во-первых, Илья Николаевич противился всеми фибрами, силами, упирался, чтобы мы ничего не публиковали в кировских СМИ. Вроде бы мы нашли какой-то средний вариант, когда мы публикуем все-таки материал, касающийся нам вятича. То есть не его лично там Никурагина, а вятича. То есть это очень правильно. И насколько я знаю, маленькая деталь. У нас первый, по-моему, кировский предприниматель, который вообще сделал интервью на РБК. Я потому что пытался найти кировских, именно предпринимателей из Кирова. Представителей бизнеса. Да, да. Потому что я нашел Никиту Белых, естественно, Игоря Васильева. То есть как бы чиновников каких-то ведущих. И затем были в основном рассуждения об уголовных делах. Все. Вот известия из Кировской области, они сводятся к очень небольшой политике. Вятка, уголовные дела. Да. Высокопоставленные лица. Да, вот чуть-чуть разбаиваю эту конструкцию Илья Курагин. Не знаю, насколько. Мне интервью понравилось. Оно было достаточно искренним, простым. Я на одном из комментариев, по-моему, в Фейсбуке. Даже, по-моему, у Николая Пехтина, кстати, который интервью вывесил. Один из комментаторов говорит, да-да, Джен Са, понятно же, что. Но дело, беда в том, что я фактически как бы работал с перепиской, да, с РБК. А перед тем, как мы записывали. Условно говоря, можно сказать, готовил это интервью, да. Предшествующий интервью период. И я прекрасно понимаю, что там не то, что ничего не было заплачено, да. А, ребята, возьмите головной мозг, на секунду остановите и приведите его в порядок. Подумайте, сколько денег надо заплатить заводу Вятич, для того, чтобы интервью генерального директора появилось на РБК. На вскидку лям. Это минимум абсолютно. Теперь поставьте... В российской валюте, если можно валюту ее назвать. Да, нет, ну, валюта, конечно, валюта, она же меняется все-таки на доллары, на евро. Все хуже и хуже, но... Плакать хочется, глядя на эти цифры. Хуже и хуже, но меняется. Каждое утро. Ваудио, русский народ этим известен тем, что он непрерывно плачет. Но в отличие от еврейского народа, плачь не переносит ему конструктивных результатов. Не ладно. Значит, вот смотри, то есть, кому надо было размещать за деньги на РБК, интервью Курагина? Никому. Совершенно. Просто никому. Это была инициатива самого РБК, которые прозвонили сначала Никаю Витальевичу. Никаю Витальевичу сказал, что он отошел от оперативного управления и перевел все стрелки на Илью Николаевичу. Все замечательно. И как бы вот этот результат. Интервью мне понравилось. Во-первых, это было интервью молодого, энергичного, разбирающегося в проблемах директора. Во-вторых, оно было искренним, совершенно свободным, искренним, быстрым. И меня больше всего веселили, честно говоря, меня больше всего в этом интервью веселили моменты, когда как раз московский интерьер периодически впадал в замешательство, потому что на него вываливались множество фактов. И он явно зависал. То есть видно было, что компьютер завис. Трудно было сразу сориентироваться в это мобильные данных. Вот, ну, там действительно были интересные темы. Вот тот момент, как, кстати, вот выдернем сейчас одну из деталек из этого компота. То есть москвич завис совершенно на теме Китая. Потому что Илья Николаевич очень быстро ему объяснил. Это речь шла о рынках сбыток ветского кваса. Да, естественно. Но там касалось попутно и пивного рынка, который в Китае, естественно, есть. И, кстати говоря, очень интересные данные, если когда-нибудь посмотришь, сколько производит Асахи, японская компания. Она производит, если я правильно помню, 56 миллионов декалитров. То есть она примерно в 23 раза больше, чем вятич. Это компания, специализирующаяся на выпуске... Пива. А, именно пива. Конечно. Без алкогольного добавил на всякий случай. Конечно, японцы другого не пьют. Вот. То есть показатели потрясающие на компании, которые на нашем рынке вообще не представлены, кстати. Но этого одна отвлеклись. А в Китае ситуация следующая. У них всплеск потребления перед Новым годом. То есть это, грубо говоря, там был февраль, да? Ну, это после нашего, соответственно, календарного Нового года. Да, да. И к этому Новому году они абсолютно затарились. Старились пивасом, естественно, безалкогольным. И в этот момент ударила пандемия. Все празднования прекращены. Все изолировано. Огромное затаривание на складах. То есть сбыт встал в Китае. Ну, Илья все это объясняет москвичу. Москвич сразу понятно, что он не знает этой фактуры. То есть он, ну, вот, да, давайте о погоде, да. То есть там есть интересные, забавные совершенно моменты. Но мне понравился разговор, во-первых, о торговых сетях наших любимых. Но не в плане того, что... В кавычках любимых. Да, естественно. Учитывая, как складываются взаимоотношения. Ну, понимаешь, вот даже наша любимая песня о том, что плохие там красные, белые, магниты, пятерочка, грубо говоря, которые берут... Ли же нас не берут, как красные, белые, а соло совсем. Ли же берут нас со скрипом, как магниты пятерочки. Ну, вот... Ой, ладно, эту тему... О, кстати, впервые я тут обратил внимание, в магните все-таки летние и есть. Есть. Прям гора упаковок стояла. Видимо, разгружали, разносили по торговому залу. Наконец-то появляется, все, да, 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 да. Какими силами вообще, какими средствами удается вообще достичь такого прогресса в отношениях? Очень медленных переговоров, очень медленных. Это, к сожалению, торговые сети, весь ритейл ориентирован на бытовую модель, но она 90-х годов, начало нулевых. То есть это методично, то есть они запрашивают данные о продажах, структуре и так далее. Подожди, какие данные, если продукт только-только вышел на рынок? Вот это один из самых больших... Откуда этим данным взялся? Один из самых больших анекдотов. Разговор в интервью был как раз про смородин и квас. Это абсолютно такой молодяшный продукт, да, то есть для поколения Z. Действительно сделали квас на смородине. Детям он почему-то нравится. Вот мне он не нравится, но я уже человек поживой, что-то знаю. Как это? Но нет, по новой классификации ВОЗ я еще молодой. Зрелый. Зрелый, слушай, да, зрелый. Зрелый, спелый. Отлевый, отлично, спасибо. Да, в самом расцвете сил. Вот, но смородины мне не очень. А детям, да, подросткам, нравится офигенно совершенно. То есть дальше средства коммуникации, которые у них есть, это Инстаграм, это соцсети в первую очередь. И через эти соцсети, через Инстаграм, они получают великолепную возможность, они спрашивают, где купить. Они 20 раз пересылают сообщения, они интересуются, где взять, где взять. Мы приходим к торговым сетям, спрашиваем, ребят, посмотрите, вот уже миллион подписчиков на Инстаграм, миллион. Ребят, там количество желающих купить зашкаливает. Дайте. Просто прорывает. Дайте, дайте людям. А что, а где у вас это? Продажи, где у вас статистика? Где гарантия, что вы там не нарисовали сами эти, ваш миллион желающих приобрести? Нет, у них есть вот этот алгоритм. То есть мы успеваем контактировать с потребителем быстрее и эффективнее, чем это же делают торговые сети. И в этом Акелесова пята очень болезненная, особенно для Кировской области. Я не знаю, что здесь с ней делать, потому что власть Кировской области, она как, в общем-то, не очень интересуется продвижением местных продуктов. Мы вспоминали покойного Липатникова тут недавно. Даже при Липатнике... Бывшего президента советской, там был промышленный палат. Даже при Липатнике было хоть какие-то попытки что-то хотя бы продвинуть, хоть как-то, да. Сейчас не видно ничего. То есть ситуация с Вячем, с необходимостью нормально встать в красное и белое, в пятерочку, нормально, качественно, она на поверхности, она не требует героических решений. Но не буду говорить от кого, но одного из чиновников правительства совсем недавно прозвучал в следующий раз. А вы придумайте нам какой-нибудь вариант, чтобы мы могли это вот сделать что-нибудь, чтобы мы могли вас в красное и белое туда-сюда. Вы сами что-нибудь сделаете? Кого это мы? Ну, Вятич. Он одождествляет себя с федеральными сетями, что ли? Нет, нет, он говорит Вятичу, ты возьми, сделай что-нибудь, да, помоги тут. Ну, как-нибудь организуй что-нибудь, и вот, чтобы мы могли поставить. Вот что это имеется в виду, как это делается, это вообще фантастика. Но делать они ничего не хотят. Вот убеждение мое крепнет. Просто не хотят. На отличие от других регионов. Ну, эта тема, я думаю, следующая через неделю может быть. Ну, вот. То есть, и вот мы с этим Смородиным приходим, они говорят, нет, мы не будем. Не будем, потому что у них матрица, которая не рассчитана. Вот, я говорю, ахиллесовая пята в чем заключается? Мы делаем рекламу. Мы делаем абсолютно грамотную, настоящую рекламу. Та, которая должна быть. То есть, мы раскручиваем продукт, да, чтобы он был на слуху, на виду. Вот ключ, ключ это не преувеличивать и говорить максимально приближенно к тому, что человек найдет под крышкой бутылки, понимаешь? То есть, не рассказывать фантастику, а показывать, чем этот продукт, почему он такой, собственно, с чем его едят, зачем он нужен вообще, почему он отличается по качеству. Вот это, не надо ничего больше человеку навязывать, я считаю, не надо. То есть, это все цветастые картинки, там, яркие слоганы. Это все, иногда это здорово и работает, особенно, когда ты на новом поле, и тебя мало кто знает, да, чтобы привлечь внимание. Но здесь, в Кирове, зачем это делать, я не понимаю. Достаточно того, чтобы люди знали, что вот это качественное, местное, настоящее, аналогом с немецким, аналогом местного, это местный бренд, локал, да. Вот мы делаем эту рекламу, и в этот момент просто руки опускаются, если честно, ты делаешь ее, а на полке тебя нету. На полке тебя нету. То есть, реальной прибыли от того, что ты делаешь, ты не видишь. И это, я тебе скажу честно, это выбешивает чудовищно. Потому что усилия, 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 и они превращаются в ничто. Все это схлопывается, сворачивается. Просто потому, что какие-то менеджеры в торговых сетях, какие-то люди, которые завтра уволятся, понимаешь. То есть, это нормальная ситуация. То есть, менеджер, который вел ту категорию в магните, уволился. И опять начинать машину снова запускать. То есть, поднимать всю, переписку, новый человек, знакомить и так далее, и так далее. Плюс они еще делают кадровые, не кадровые, а организационные перестановки. То есть, ну, отдельная песня, конечно. Это своя у них кадровая политика. Огромные бюрократические системы, которые работают вот в этом алгоритме 90-х, начала 2000-х годов. Они не понимают, что мы уже немножко на гаджетах все. То есть, и вот в этом замечательном, прекрасном трюле Акурагин как раз говорит о том, что даркшопы, да, вот эти магазины, когда ты обеспечиваешься, это будущее. Это он замахнулся, что называется. Я не думаю, что это будет ближе, там, пяти-десяти ближайших лет. Давай поясним, что это за формация для людей, не очень понимающих. Ну, все очень просто. Ты со смартфона заказываешь товар, потом его тебе или же привозят, или же забираешь точки выдачи. То есть, традиционная розница, я не думаю, вот он говорит в интервью, что традиционная розница умрет. Я сомневаюсь в этом. Сомневаюсь. Это тоже, знаешь, как разговор, когда появилось телевидение, что театр скоро умрет. Ну, вот, покажи. Но не в том... Не-не-не, слишком уж народные трупы. Нет. К торговым точкам они проторены. Тут нюанс в том, что действительно, человек ленив по природе своей, да? И если есть возможность набрать на смартфоне категорию продуктов, просто набрать, и тебе ее привозят, и ты не платишь сверху ничего, то есть доставка не стоит тебе ничего, а это возможно, на самом деле. На ценах нет. Да, на ценах нет. Традиционных. Это будет работать. Это будет прекрасно работать, и огромное количество... Ну, дистанционная торговля алкоголем... Ну, тут, да, параллельная, конечно, тема, да, о которой мы говорили. Ну, дистанционная торговля алкоголем, это очень интересный вопрос, на самом деле. Она у нас запрещена. И при этом во всех городах-миллионниках ты спокойно заходишь на сайт, который дистанционно торгует, заказываешь, тебе привозят. Но ты покупаешь не само спиртное, которое запрещено в продаже, ты покупаешь бокал, да. В Москве в офисах весь офис заставлен бокалами, потому что каждую пятницу они звонят на этот сайт, с сайта им привозят бокал. И в подарок, конечно, тот виски, который они заказывали. Это же понятно, да. То есть и бизнес этот развит, чрезвычайно развит. А то, что наше, будем говорить, правительство, да, закрывает на это глаза, уже три года лежит закон о том, чтобы разрешить дистанционную торговлю алкоголем, лежит он. То есть Минэконом за, по-моему, ФАС против. Ну, вот они между собой, там, Минздрав, они пытаются согласовать уже третий год, да. То есть, в общем-то, я не понимаю, чем они заняты. То есть, как бы, это все согласовывается в течение, там, месяца, по моим понятиям. Ну, ладно, боксер. Вот дистанционная торговля, да. И эти даркшопы, даркшопы, это чуть-чуть другое. То есть, это когда ты будешь заказывать весь ассортимент. То есть, либо ты забираешь пункти выдачи, либо тебе привозят на дом. Я думаю, что Илья Николаевич в этом смысле прав. И процентов 30, я думаю, рынка к этому отойдет. Это, вот, есть ощущение такое, что примерно такой цифрой исчисляется количество людей, которые готовы через смартфон, через все это проще. Я думаю, что тут впереди будут шагать, конечно, большие мегаполисы российские. Конечно, конечно. Там быстрее пройдутся эти процессы. Ну, понимаешь, вот... У нас, как через несколько лет спустя, это обычно все догоняет. Это одна сторона медали. Ну, вот с этой концепцией, допустим, local brand, да, местного пива, то есть, которое мы, честно, совершенно просто скоммуниздили у немцев. То есть, ничего мы не изобрели. То есть, это велосипед, да? Ну, ничего плохого я в этом не вижу. Я тоже не вижу абсолютно ничего. Наоборот, это выигрыш для всех, на самом деле. То есть, концепция, при которой мы будем строить заводы в регионах и в каждом регионе делать свое пиво, безалкогольное, разумеется. Вот эта концепция, мне кажется, настолько жива и настолько правильно и настолько имеет будущее. Ну, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, конечно, потому что подводных камней и препятствий тут как грязи. Но думаю, что мы сегодня их проверим. Так вот, концепция настолько жива, что, может быть, мы это сделаем раньше, чем в мегаполисах. Потому что до этого варианта ни одна из российских пивоваренных компаний еще не дотумкала. Хотя могли бы. — А эти движения по поводу сотрудничества с другими регионами, Владимир, поясни, пожалуйста, они не имеют хаотичный характер? — Нет, ни в коем случае. — С кем получилось договориться, вот с тем и будем сотрудничать. — Есть вообще, вот можем положить перед собой карту, как маршал Жуков, и прям обозначить там, вот, смотрите, вот здесь будет завод. Мы планируем. — Ты знаешь, ты, во-первых, правильно говоришь, потому что карту надо класть перед собой. — Ну да, чтобы наглядно представить. — Во-вторых, чуть-чуть преждевременно, потому что... Но я тебе могу сказать о критериях, с которыми мы подходим к развитию. — Давай, хотя бы приоткроем. — Во-первых, должен быть регион, в котором мы чувствуем поддержку со стороны властей. — То есть регион... — То есть не каменная стена, да? — Нет, не просто не каменная стена, где люди понимают, что мы, вкладывая средства, то есть инвестируя в строительство, а любой, любой завод, даже небольшой такой относительно, да, как Вятич, он стоит вот с нуля поставить что-то, это примерно полтора миллиарда, да? — То есть вкладывая эти деньги, обеспечиваете несколько сотен рабочих мест и обеспечивая самое главное, то, что я удивлен, почему до сих пор кировское правительство это понимает как-то сикость-накость, это акцизы от производства, то есть это наполнение местного бюджета. То есть если ты приходишь к властям и говоришь, «Ребята, мы ставим у вас, это принесет вам миллиард примерно акцизов, ну, вместе с налогами, вместе с акцизами плюс налоги, порядка миллиардов в год в бюджет». Говорят, «Ребята, все, все, пожалуйста, все давайте, 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 давайте и давайте». Это раз. То есть это первое соображение, то есть поддержка страны властей. То есть есть регионы, где она гарантирована. То есть там достаточно молодые команды, амбициозные, которые хотят двигать регион. У них есть эта задача, по крайней мере, на ближайшие там несколько лет, пока находится этот губернатор, назначенный Кремлем. Плюс второй критерий — это наличие своего собственного производства, сильного, да? То есть, допустим, залезать... То есть тоже некий локал бренд. Да, то есть, но смотри, залезать, допустим, в Татарстан, о, тут я бы очень сильно подумал. Во-первых, у них есть собственный завод, который делает Белый Кремль, да? И плюс они, это их завод, и акцизы с этого завода идут в бюджет Татарстана. И они это знают прекрасно. И есть там правило, что не менее 50% продукции должно быть местного производства. То есть, вот тут вопросик, потому что у них сильное свое, и даже если ты убедишь их в том, что им выгодно это, что не очень легко на самом деле, даже если ты убедишь это, ты будешь конкурировать с местным производителем очень сильно. Это борьба Титана с питоном, то есть мы туда не полезем. А вот регионы, в которых ли же там абсолютно чахлое производство, то есть просто, ну, ли же умирающее, ли же по качеству, ну, ниже Плинтуса, да? То есть чудом каким-то непонятным, ну, сечение обстоятельств, привычка, население и так далее. Вот существующие, вот там, да. То есть там это имеет смысл. Вот я... Ну, у меня на языке вертится, прости, у Дмуртия, да? Мы ее имеем в виду. Поподробнее мы в следующих передачах поговорим об этом соглашении, не только будет подписано соглашение о сотрудничестве с Узбургским правительством. Вот в этот момент мы его обнародуем. До этого момента мы говорим как о неком регионе Х, в котором соблюдается правило Y и Z, примерно на ситуации. Ну, где некая лояльность руководства присутствует. Понимаешь, у меня амбициозно, у меня абсолютно амбициозные, давно издеваются там коллеги, да, потому что у меня одна из футболок с Наполеоном, да, со старым этим самым, ну, футболки, в которые я хожу на работу, вот одна из них с изображением императора там на перевале, да, на коне. Вот она на мной издевает, что, ну, все понятно. Настраивает по особому, видимо, коллективу. Да, 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 ты треуголку там еще себе прихвати где-нибудь. Потому что, нет, у меня совершенно шизофренические, амбициозные наполеонские планы. То есть я хочу, чтобы в Вятич, в итоге, у него было примерно три завода, то есть в Приволжском федеральном округе. Вот у нас будет три завода равные по мощности Вятича, полностью загружены. И вот тогда, если это срастается... Три, включая, в Кирове. Да, естественно. Не плюсом три. Это даже для меня чересчур. И вот с этим багажом, с этими бизнес-мускурами, которые отрасли, что называется, накачались. То есть уже с отлаженной командой работы, уже с пониманием того, как ты выстраиваешь дистрибьюции в новом регионе. Вот это вот все, то есть пройденная школа. Когда люди немножечко подрастут, когда команда сколотится покрепче, чем сейчас она есть, потому что для РФК все-таки нам пока не хватает. Мы все-таки местная компания пока, локал абсолютно. Вот тогда с этим можно будет заходить уже в Москву и в Питер. Именно опять создавая там производство, которое делают местное московское, местное питерское. Вот только так. Вот это программа на ближайшие, там, не знаю, пять, может быть, десять лет. Подошло время небольшой рекламной паузы. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вятич. По традиции, Владимир с удовольствием ответит на ваши вопросы, замечания, предложения. 211-101. У вас есть возможность дозвониться к нам в прямой эфир. Вернемся через полторы минуты. Продолжается наше общение с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании Вятич. 211-101. Это прямой эфир. Вы можете прямо сейчас дозвониться, задать вопрос Владимиру. Говорим мы сегодня по мотивам, так скажем, интервью генерального директора завода Вятич, Ильи Курагина, телеканала РБК. Слушай, РБК по-прежнему Росбизнес-консалтинг расшифровывается. А ты помнишь, как они начинали? О, вот сейчас что-то как-то у меня уже пылью покрылись эти все воспоминания. Ребята начинали крайне просто. Они просто продавали инсайдерскую информацию, заинтересованную финансовую структуру. То есть это действительно был Росбизнес-консалтинг. Это бизнес просто. А сейчас это бизнес и политика. Бизнес и политика. Ну, среди бизнесменов считается фактически значимыми две конструкции. Это коммерсант и РБК. Ну, мы пока с ними дружим. Держимся, слава Богу. Знаешь, еще какой момент понравился? Вернее, не очень как-то понравился, у меня насторожил. В этом интервью я подумал, откуда эти данные о том, что якобы в 2019 году спрос на иностранное пиво, там Илья Николаевич развенчивает вообще понятие, что это иностранное пиво, подскочил на 30%. Что это вообще? Я вам любые цифры нарисую, если... Я тебе не могу сказать сходу. Я сомневаюсь, что он их нарисовал. Это, скорее всего, он смотрел какие-то отчеты материала. А, это ведущий, конечно. Да, ведущий. Но, к сожалению, сейчас спрос изхода тебе не отвечу. Почему? Потому что, во-первых, не смотрел эту информацию, не анализировал ее. То есть, но то, что спрос на импортное... Вот импортное само все такое интересное совосочетание. Якобы оно вкуснее. Нет. Дело в том, что, скорее всего, спрос мог подрасти на акционные. То есть, это не импорт, это псевдоимпорт, это изготавляемые по лицензии, но считающиеся как бы таким. Но... Ну, картинка вроде бы иностранная, а сделана вон... Да, но... Рядом с тобой... Величающему сожалению пройдут, я думаю, годы перед тем, как наш обычный человек приучит себя к тому, чтобы читать этикетку на пиве. Это сизифов труд, да. Если не будет маркировки для пивных напитков, для УВХ... Не, ну, с другой стороны, есть ситуации, когда у человека трубы горят, что называется. Но ему там некогда читать. Эту категорию? Несмотря на то, что мы безалкогольные напитки говорим. Да, естественно, мы только о них и говорим. Дело в том, что категория, у которой горит труба, да, ну, в принципе, я не скажу, что у нас совсем неинтересно вятище, да, но в то же время это мы не будем никогда в своей рекламе опираться на вот это, да. Хотя я прекрасно знаю, что, кстати, этот анекдот, который вот я до сих пор колеблюсь, использую это в рекламе или нет, вязкий квас прекрасно помогает с похмелья. Это очень смешно. Вот, да, ты тут правильно смеешься. Я сам удивился. Самодостаточная компания. Я чрезвычайно удивился. Продукты на все случаи жизни производятся. Да, потому что мне это рекомендовал, причем убедительно совершенно дизайнер компании Веч, который заявил, что в случае вот любых недомоганий после вечеринки прекрасно работает. Потом я действительно залез в материалы и выяснил, к своему глубочайшему удивлению, что существует всего лишь три препарата, три, причем они малоизвестны. Помогающих при абстинентном синдроме? Все остальное, вот эти таблетки, алкозельсы и так далее, они влияют на последствия, да, то есть как бы, да, чуть-чуть. А эти, да, они напрямую влияют на баланс, который вот вызван. Но и первый из них это дрожжи. То есть все содержащее дрожжи, да, влияет позитивно. Ну вот те квас, вот те витамины, вот те... Слушай, чтобы это официально разместить на этикетке рецкого класса, это сколько ж кругов опять предстоит пройти, если это задаться этой цели, да? О, это я думаю, что сейчас пока это практически невозможно. Просто вспоминая историю о том, что слоган «Здоровье спас», он не просто чрезвычайно давался его официального употребления. Понимаешь, вот эти барьеры перед продвижением товаров на рынок, эти барьеры в осуществлении любых инициатив, они, конечно, я вот насколько понимаю, что они тормозят экономику стороны колоссальным образом, просто колоссальным. Я прекрасно понимаю, что у нас сейчас время счастливого и стабильности под руководством Вадима Валерьевича Путина. Вот этой стабильности, которая мне лично до боли просто напоминает закатные годы прекрасного покойного Леонида Ильича. Ой, дай бог памяти. Да. В 1974-м его не стал. Да, ну, вот сразу видно, что ты псалага. Да, псалага. Ты какого года? Я начало 80-го. Нет, я имею в виду, ты года рождения какого? 82-го. А, да. 82-го, да. Нет, вот в 82-м Леонид Ильич умер, поверьте. Ой, красота. Ты представляешь, да, да. Все спуталось в голове. И я когда, периодически вспоминаю, меня когда просят какой-нибудь прогноз, там, исторический, экономический, что-нибудь обсудить, нововведение, вот митинги в Хабаровске обсудить, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Я сразу вспоминаю, что если бы в 83-м году я бы заявил о том, что через 10 лет в центре Москвы русские танки будут стрелять прямой наводкой по русскому парламенту, меня бы увезли, скорее всего, в клинику, и оттуда бы не выпустили, потому что человек с такими мыслями, это идиот категорически, больной. Крамола-крамола. Да нет, дело не в крамоле, а в том, что это непредставимо, незыблемый Советский Союз, идеальное устройство, все подделено, все посчитано, КПСС, КГБ, все жестко и конкретно. 10 лет, и ничего этого не стало. То есть вертанулось все очень сильно. То же самое и здесь. Ну, это офф-топик, конечно, но надо очень хорошо понимать, что мы живем в мире, в котором постоянно меняется. Ну, просто постоянно. То есть ты выглянув в окно, там немножко другая ситуация. Это рекламщикам особенно полезно, помните, которые пытаются по старым лекамам что-то сделать. Старое уже не работает. Еще один момент, который мне тоже понравился в интервью. Ведущий привел пример о том, что в настоящее время в нашей стране насчитывается, вот я тут побоюсь, конечно, эту формулировку использовать, 400 видов алкогольных напитков. Я, честно говоря, мне сейчас трудно так определиться, что такое виды алкогольных напитков. Я точно знаю, что марки брендов, вот их прям вот так, дофига. Да, где-то так и есть. И в этом действительно ведь трудно ориентироваться потребителям. Ну, тут Илья Николаевич. Нет, Илья Николаевич молодец, потому что он действительно сказал, во-первых, абсолютную правду. И все вот эти 200 марок, большая часть из них принадлежат транснациональным компаниям. То есть Sun&Bev, Heineken, Carlsberg, да, то есть Балтика у нас куда входит, я не помню там. Стейнка, Carlsberg, Carlsberg, да. Вот, то есть дело в том, что механика крайне проста. Они выпускают десятки брендов. То есть если ты, вот опять же, читать этикетки, читать этикетки, читать этикетки. Это разлито в городе Клин. Это Carlsberg, Хольстон, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще. Это пиво сваренное, безалкогольное, разумеется, по лицензии, ребята, по лицензии. Сварено, потому что вот на этот завод в Нижнем отдали вот этот, например, вариант. Никогда ты не сваришь Хольстон такой же, как у себя на родине в Германии. Никогда не сваришь Нижним, там другая вода. Не получится тот же самый сорт. Это первое условие. Второе, на оборудовании и с технологиями, которые были на старом советском заводе в Нижнем, вот подумай, что ты можешь сделать, опять же, да. Но по лицензии у тебя допуски по ГОСТу такие сейчас, но ты все равно Хольстон варишь, да, то есть более-менее соответствует там примерно, да. Все замечательно и хорошо. Тем более, что большая часть, вот дело в том, что они, транснационалы делают очень просто, это есть в интервью, кстати, у Ильи Николаевича, делают очень просто. Они вытаскивают действительно премиальный сегмент, то есть дорогое, привозное. Там, я честно скажу, там, где ценники выскакивают за сотню, там можно найти приличные вещи. То есть в два-три раза массового сегмента дороже. А массовый сегмент, наоборот, идет демпинг, массовый, вот перерост вот этого немецкого, в кавычках, пива, это, скорее всего, прерастает. Идет демпинг. Я вот спрашиваю у своих соседей, я в Костино живу, спрашиваю, вот что ты пьешь? Он говорит, ну, что ты, что ты, что ты, жигулевская. Без угоголя забрается, другого не пьет. Я говорю, а что, Балтика делает? Да что, я знаю, что там, какая разница, да, что это такое. И человек не задумывается о качестве того, что он делает. То есть, ну, дешево зато, дешево, надежно и практично, как бриллианты в руке, говорил Папанов. Вот и ТНКшники, они делают деньги как раз на этом. То есть, они засандаливают дорогие премиальные, это определенная прибыль. И демпингуют по низшему сегменту. Совершенно прекрасно. Наши попуасы, прости меня, российский народ, но наши попуасы покупают этикетки. То есть, не разбираясь ни в составе, не разбираясь ни в чем. Ну, вот то, что ты говорил, прогуливаясь мимо реки. То есть, да, я тоже вижу постоянно людей, которые берут, я как бы внутренне говорю, куда ты, зачем ты это берешь? Ну, я понимаю, что раз такие объемы люди взяли, видимо, они брали это по акции. Конечно. Ну, я так полагаю. Ну, вот идея о том, что пиво, безалкогольное, разумеется, которое у тебя стоит по акции, оно в реальности стоит 10, 12, 15 рублей в продаже. То есть, в себестойке меньше. Как водопроводная вода. Это же чушь, ну, не, собачья чушь, когда человек покупает по цене водопроводной воды продукт, который требует минимум месяца технологии работы в сырья, всего остального. Ну, это чушь, это невозможно, да, в принципе невозможно. Там вода ингредиентом идет. Как, то есть, это невозможно, но это есть. Следовательно, здесь что-то очень сильно не так. И, ну, вот эту тенденцию мы пока в масштабе страны, мы ничего с этим не можем сделать. Вот говорили в этом интервью, Леонид Курагинович говорил про как раз минимальную розничную цену на пиво. Да, тоже важная тема была затронута. Очень интересная тема. ВОЗ и ныне там, хотя Союз пивоваров начал анонсировать в российский... Начал анонсировать это несколько месяцев назад. И эти несколько месяцев назад было предложение о том, чтобы ввести как раз минимальную розничную цену. Когда это было проголосовано, проголосовали за это большинство членов Союза. Из состава Союза тут же демонстративно вышли Хайникин, Санненбёв и Карлсберг. Потому что для них минимальная розничная цену на пиво это фантастический силый удар сразу по сбыту. То есть они начинают на равных играть с местными пивоварнями. Этого не просто они не хотят. Это им просто... Это кость в горле. Это не просто в кость в горле и удар по сбыту. Это вообще перестройка их устоявшейся конструкции продаж. То есть сейчас они пока могут позволить себе вот так делать. Как только будет МРЦ, они не смогут делать так. Это, конечно, мечта. Потому что тогда человек, сравнивая наш родной Вятич и какой-нибудь БАТ, там, не знаю, Амстовым, еще что-нибудь, да. У него сомнений-то не будет. Он один раз попробует это, один раз попробует то. Наконец у него появится правильное понимание того, что настоящее, что нет. Если еще прочитать состав. Ну, это вообще... Чтобы люди начали читать, чтобы, наконец, образование сделало шаг. Ну, да. И в этом проблема. То есть пока мы со стороны Союза Поваров, вот они начали это движение, ну, прошло несколько месяцев. Пока ничего. А это очень сильно изменило. Потому что, ну, Германия это мечта в этом плане. Я тебе рассказывал. Там акцизы на продукт в зависимости от размера производства у тебя меняются в два раза. Гибкие. Да. То есть, допустим, транснационалы стабильно платили бы 100%. Мы бы, как средний бизнес, платили бы 50%. То есть стоимость была бы на полке ниже или почти такая же, вот даже как сейчас это акцион. Потому что мы платим с акцизов 22 рубля с литр. Да, да. Я помню, звучал бы эта цифра. И фактически зарабатываем абсолютную ерунду, на самом деле. Ну, вот по моим понятиям, там объем, да, играет роль. А в плане доходов с одного литра, это очень немного, поверьте. В общем, если вы еще не посмотрели, не послушали интервью генерального директора завода Вячули Курагина, телеканала РБК, можете это сделать. Легко найти в интернете. РБК Курагин выдаст сразу первая ссылка. Ну, а мы заканчиваем на этом сегодняшнюю нашу беседу. До встречи у вас в следующий вторник. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вяч. Надеемся, что будут какие-то интересные новости. И погода еще будет хорошая. О, это мечты, это молитва и мечты. До свидания, всего доброго. Все, да, счастливо большое.